Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе в студии Вестника Кавказа. И сейчас у нас на очереди, собственно, подведение итогов окончившегося чемпионата России по футболу. Главное событие последнего тура это было выявление клуба, который покинет Премьер-лигу. Этим клубом оказалась «Алания» из Владикавказа. На мой взгляд, то, что «Алания» покидает Премьер-лигу, в этом есть сермяжная правда этого чемпионата, на мой взгляд. Почему? Я объясню, почему. Владикавказская «Алания», за которую я переживал, когда ее тренировал Валерий Газаев, когда появился первый такой серьезный клуб из провинции, который составил конкуренцию. Команда показывала очень хороший футбол. В нем была, с одной стороны, и дисциплина, которую Газаев привил кавказским футболистам. С другой стороны, там была некоторая бесшабашность, такая хорошая игра всегда на своем стадионе, переполненные трибуны, и было очень много собственных футболистов, осетинских, либо очень близких по стилю грузинских футболистов, которые приезжали и играли, и становились своими в команде. И у команды был стиль. В этой команде Владикавказская «Алания», даже когда клуб показывал симпатичный футбол, вот этого фирменного, такого Владикавказского, осетинского, мне не хватало, честно говоря, вот больше даже из клубов, я бы выделил там «Спартак» из «Нальчика», у которого там и собственный стиль есть, и есть вот эта вот какая-то все-таки самобытность, я бы сказал. А вот когда ты изменяешь себя, когда ты не можешь найти свое лицо, то это приводит вот к тому, к чему, на мой взгляд, привело к вылету «Алания». Она могла и не вылететь, но доля исторической справедливости, что ли, в этом, на мой взгляд, все-таки есть. Нынешняя «Алания» запомнится тем, что обыграла «Спартак» 5-2, наверное, самый лучший матч в исполнении этой команды. С другой стороны, многие болельщики вспомнят, как «Алания» попала в премьер-лигу, фактически это было политическое решение, прекратило существование Москва, и мы тоже видели, что в этом решении руководству было желание именно «Аланию» вывести в премьер-лигу за счет Москвы. И многие тогда, кстати, и в интернете писали, и высказывались по поводу того, что будут теперь болеть против «Алании» из-за того, что так все некрасиво вышло. Но вся эта история ударила и по «Алании». По сути, она была не готова к подъемам в премьер-лигу и с кадровой точки зрения, и, видимо, с эмоциональной. Все-таки действительно подготовиться к тому, что ты будешь выступать на более высоком уровне, нужно не зимой, а нужно где-то заранее, когда ты ведешь борьбу за первое-второе место в первом дивизионе, когда ты ставишь себе серьезные спортивные задачи. И, по-видимому, вот эта переоценка ценностей не случилась с «Аланией». Хотя мы сейчас, конечно, подверстываем под готовый результат все эти наблюдения. Там все могло по-другому сложиться. Да нет, но если бы в последнем туре «Алания» не встретилась с «Сатурном», который проявил принципиальность, хотя ничего не надо было команде. И да, они сыграли в ничью, там бились с «Аланией» и так далее, проигрывая, сравняли счет. Вот, конечно, «Алания» могла и остаться. Но, честно говоря, вот мое мнение по поводу того, что все-таки самобытности в этой команде не хватало. И вот у клуба, который есть все-таки великая, на мой взгляд, с точки зрения российской истории, да, это был первый клуб, который нарушил гегемонию «Спартака», тогда, да, там, нарушил гегемонию московских клубов. Клуб играл, который «Золотой матч», первый в истории России. Да, эти матчи привлекали всеобщее внимание и вообще повышали планку российского футбола, на мой взгляд. Вот такой клуб не имеет права проводить, ну, с моей точки зрения, проводить вот такие чемпионаты и вот так строить свою там кадровую политику и так далее. Надеясь на то, что, ну, там, за счет каких-то привлечений там иностранцев и так далее. Я не говорю, что иностранцев не должно быть в таких командах, нет. Но все-таки они должны опираться на своих футболистов, на своих воспитанников, тем более, что ассистентский футбол богатыми. Да, я согласен с тобой, но не будем забывать, что в середине нулевых годов вообще очень много проблем было. У Алани это злоупотребление, это растрата нецелевая средств. То есть, мне кажется, что вот те самые проблемы до конца не были решены. Я не хочу сейчас никого обвинять, ни в коем случае. Я просто говорю, что это были проблемы организационного характера, которые до конца не решились. И поэтому Алания вылетает. Ну, что, значит, она будет снова бороться за выход в премьер-лигу. Значит, будет ажиотаж, потому что Алания, я уверен, в первом дивизионе не затеряется. У нее будет поддержка, то есть команда будет вверху турнирной таблицы. Кстати, многие болельщики говорят, что когда команда борется за выход в премьер-лигу, это интереснее, чем борьба за выживание в премьер-лиге. И ажиотаж... Там все-таки борются за первое место, а здесь за последнее. Да, да, да. И получается, что внимание болельщиков больше приковано к матчам победным, выигрышным, статусным, а не к матчам за выживание. Мне бы хотелось, безусловно, чтобы Алания вернулась в премьер-лигу, но вернулась обновленной и вернулась бы уже на другом, стоя на другой базе, на другом базисе. Вернулась бы такой самобытной, интересной, атакующей. Я уж не знаю, за счет чего это произойдет, специалисты, которые его привлекут, за счет футболистов, может быть, молодых, талантливых. Но вот мне хотелось бы, чтобы эта команда вернулась такая, обновленная. Потому что, ну, действительно, это клуб с историей, и у нас не так много пока, к сожалению, таких клубов, у которых есть вот за спиной такой бэкграунд. Поэтому, безусловно, мы будем ждать Алани в премьер-лиге. А сейчас я напомню, что, по-моему, Алани мы забыли о другом клубе. Ну, собственно, это давно известно, что он тоже покидает. Тоже довольно симпатичный клуб, это Сибирь. И, кстати, о Сибири практически все журналисты высказались хвалебно. Сказали, что вот команда вылетает, но смотрите, как она агрессивно играла в атаке, много забивала, не сумела решить вратарскую проблему, но в атаке сыграла довольно ярко. И не было ни одного намека на то, что Сибирь способна провести неспортивный матч. Это тоже очень важно. Поэтому редко о Булцедерах говорят добрые слова, подкрепленные какими-то фактами и наблюдениями. А вот о Сибири сказали только хорошее. И в целом она получила положительный пиар, несмотря на то, что промелькнуло. Вот один сезон показал себя не с самой лучшей стороны. С другой стороны был матч с ПСВ. ПСВ. Я вот хотел как раз сказать об этом, что Сибирь подарила своим болельщикам все-таки великий праздник. Да. Победа над ПСВ в Лиге Европы на своем поле. Но все-таки, как бы там ни было дальше, как ни сложилось бы это противостояние, все-таки это праздник. И это запомнился. Финал Кубка. Финал Кубка, опять же. То есть были положительные моменты. И болельщикам в Сибири не стоит отчаиваться. И что очень важно, на команду ходили. Это не ультрас, это не фанаты, это обычные среднестатистические граждане, которые свою команду любили и посещали, в общем, вне зависимости от результата, только в конце там посещаемость пошла уже на оболь, когда стало ясно, что команда не останется в премьер-лиге. То есть, действительно, симпатичная команда. Надеюсь, что у нее все получится в первом дивизионе. И что, ну, когда-нибудь она вернется, мы еще ее увидим. Дмитрий Федоров и Гия Сарализа в студии Вестника Кавказа. Мы говорим о главных событиях в мире футбола, которые произошли на прошедшей неделе.